Рассказала про ту работу, которая ведется в системе образования в части реализации программ среднего профессионального образования. Много у нас достижений, но при этом много вопросов, которые на сегодняшний день пока остаются нерешенными или недостаточно эффективно реализуются задачи, которые поставлены. Услышала много комментариев, в том числе от комитетов в парламенте, комитет по спорту, комитет по бюджетной политике. Уверена, что мы обязательно учтем это все в своей работе и примем исчерпывающие меры, чтобы потребность экономики в кадрах была максимально удовлетворена. А учитывая то, что мы ежегодно увеличиваем и количество бюджетных мест и меняем направления, которые должны соответствовать потребностям экономики, я думаю, это планомерная системная работа, она приведет к результатам, которые ждут от нас и государство, и правительство нашей республики, и сами работодатели. На сегодняшнем заседании парламента было несколько вопросов, которые приводят в соответствие республиканское законодательство с федеральным. Как обычно, в Государственной Думе, в Совете Федерации постоянно ведется работа над совершенствованием законодательства, принимаются во внимание новые реалии современной жизни, какие-то новые вызовы нашему государству, и мы в соответствии с этим обязаны приводить наше республиканское законодательство в соответствии с федеральным. Кроме этого, было внесено несколько республиканских законов, в частности, был внесен закон, который повторяет федеральную инициативу, который подразумевает под собой помощь добровольцам, которые сейчас участвуют на СВО. Кроме этого, комитет по ЖКХ внес законодательную инициативу, по которой фонд капремонта жилья, который занимается ремонтом многоквартирных домов, по принятию этого закона, получит такие полномочия, как закупку стройматериалов, которые используются в ремонте этих домов. Председатель комитета Георгий Остаев подчеркнул важность этого законопроекта, так как зачастую подрядчики, которые выигрывают тендеры на ремонт многоквартирных домов по программе фонда капремонта, используют строительные материалы, которые зачастую потом уже по прошествии какого-то времени показывают себя как некачественные. И вследствие этого фонд капремонта, получив возможность закупать качественные материалы, будет их, соответственно, проверять, будет осуществлять какие-то большие закупки, что позволит сэкономить финансовые средства и, как следствие, отремонтировать большее количество многоквартирных домов, что является большой проблемой в нашей республике, в частности, в Владикавказе, изношенность многоквартирного фонда. Заслушали доклад министра образования о среднеспециальном образовании, рассказала много интересного, рассказала, в частности, о том, на какие именно сейчас профессии, на какие направления есть бюджетные места, что пользуются спросом у нашей молодежи, но в то же время обозначила и проблемы по занятости, потому что зачастую, особенно выпускники таких специальностей, которые связаны с инженерным делом, с сельским хозяйством, практически половина из них сейчас бывает неустроена. Но в процессе обсуждения министру задавались вопросы коллегами, депутатами. Она объяснила, что, возможно, это и неучтенная занятость, потому что специальности популярны, в частности, аграрные специальности очень популярны в республике. И, возможно, что какие-то из работающих по специальности, получившие в среднеспециальных образованиях наши с вами сограждане, просто не учтены сейчас в официальных данных по трудоустройству. Субтитры создавал DimaTorzok